Время новостей в Туле Время новостей предполагается ввести дополнительную пятую избирательную систему, при которой одна часть депутатов избирается распределением мандатов между списками, пропорционально числу голосов избирателей, другая по многомандатным избирательным округам. Закон рассмотрит депутаты областной думы на ближайшем заседании. Ничего не изменится. Просто ввели дополнительную пятую, последнюю, еще раз избирательную систему, которая разрешена законодательством Российской Федерации. У нас на Тульской земле появилось все пять видов избирательных систем. Что уже будут избирать депутаты, это уже даже не от областной избирательной комиссии зависит. Почему я говорю, что все кричат-то? Что сделал областной избирательной комиссии такого, из-за чего вот началась такая стрельба по воробьям из пушек? На Маслово-Песочинском водозаборе завершены работы по ликвидации аварии. Накануне вечером там прорвало трубу диаметром 700 мм. На время проведения работ подача воды производилась с пониженным давлением в южной части города, в центральном советском привокзальном округах, поселках Косая гора Скуратова. Работы велись всю ночь, и к 10 утра авария была устранена. Тульский арсенал оштрафован за матч с «Зенитом». Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет. Команда наказана по итогам второго подряд матча Российской премьер-лиги. Поводом послужило использование зрителям на стадионе пиротехнических изделий. Арсенал оштрафован на 10 тысяч рублей. «Зенит» также наказан, но заплатит 30 тысяч. А еще на 10 тысяч оштрафован массажист тульского клуба «Роман Романов». Ему назначено наказание за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. Сегодня официально стартует проект «Тула. Новогодняя столица России». С полудня на улице металлистов заработала ярмарка, где жители и гости города могли продегустировать изделия тульских производителей. Далее праздничные мероприятия распространились на весь исторический центр, в том числе Тульский Кремль и Казанскую набережную. Церемония открытия проекта пройдет уже вечером на главной площади Тулы. Подготовку к Новому году в Туле в этом году начали задолго до наступления зимы. Над убранством города работали тульские и московские дизайнеры. Акцент сделали не только на классической новогодней тематике, но и на грядущем годе театра. Главная елка области в этом году пушистее. Ее высота прежняя – 32 метра, но в конструкции полностью поменяли лапник. В качестве украшения – 5000 новых игрушек и сложная световая иллюминация с 3D-эффектом. Тула – седьмой город, который получил почетный статус столицы Нового года. Удивлять туристов собираются гостиной Деда Мороза, бесплатным губернским катком, катанеми на оленях, упряжках, ярмарками и многим другим. У каждой новогодней столицы свой логотип. У Тамбова, например, символом был «Тамбовский волк». У Владимира – вороная тройка. В Туле символом стал «Левша». 14 декабря в 16 часов состоится открытие новогодней резиденции «Левши». Мы не могли себе не позволить дать наш главный бренд и показать все свое мастерство и накопленный опыт. Это ремесленный двор Добродей по адресу Тула, улица 9 Мая, дом 1 А и Б. На улице города весь месяц будут работать волонтеры, которые помогут туристам сориентироваться. В экскурсоводов переквалифицировались и таксисты. По тем, что показать есть, что показать. А что? Хвалиться-то можно. Можно. Есть чем похвалиться и есть чем гордиться. Я возил сколько раз ребят с Смоленска, с Курска. Они все говорили, что у вас дороги шикарнейшие, что чистота у вас обалденная, город очень хороший. Праздничный статус экономически выгоден. Региону Хантамансийск, например, за пять недель посетили более 140 тысяч человек. Местные власти ожидают в гости порядка 200 тысяч. В тульских отелях на новогодние праздники, согласно информациям сервиса бронирования, практически не осталось мест. Уже завтра в Белоусском парке Тулы откроется экзотариум. В новом здании представлена крупнейшая коллекция животных пяти континентов. Капибары, сурикаты, еноты, лемуры, змеи. Всего более ста различных видов. Животные уже успели обжить новые вольеры. В экзотариуме созданы условия для развития музейно-образовательного кластера, лаборатории, выставочный зал и просторный лекторий. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru Узнавать о самых главных событиях Тулы и области вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова